привет вас мой зритель богдан голубец почему русские поляки так не видеть бендеру называют его нацистом хотя он сел концлагеря никогда не сотрудничал с рейхом я сейчас немножко расскажу а вы сами подумайте ну во первых нужен антигерой а вот степан бендера звучит так интересно как бы подходит вот смотрите что произошло да действительно когда стал пиццуцкий президентом польши начал проводить антиукраинскую политику причем довольно такую жестокую сам настоящий нацид войска полиция делал зачистку в галицине в галичии и действительно довольно много людей было арестовано казнено ну и в общем то это действительно такой террор был довольно жестокий почему это дело во первых он был диктатор а трех он считал что таким методом он добьется ополячивать галичины глупость но факт и в то время действительно степан бендер и другие такие радикальные эволюционеры начали мстить как начали мстить ну убивать польских чиновников и действительно был убит польский министр результат степан бендера арестовывает ну считается что он один из организаторов его даже приговорили к смертной казни но правда потом заменили тюрьмой и до начала второй мировой войны он сделал польская тюрьма поэтому поляки его ненавидят но действительно убивал польских чиновников и ну тут я скажу не он лично а организации как руководил действительно он был наиболее радикальным потому что смотрите организация украинских националистов она делилась как бы таких умеренных это был андрей бенни и радикальных степан бендер и он действительно выступал за то что террором надо убивать польских учителей да было чиновников было министров было да почему за то что они проводят ну скажем ополячивание за то что польские полицейские арестовывают без суда и следствия украинцам священников за то что действительно убивают отправлять тюрьму за это убивают поэтому конечно поляки у него с российскими тут советская пропаганда причем путаница невероятная смотрите как только ну скажем так гитлер напал на советский союз степан бендера и его как бы товарищи провели такое мероприятие просили возрождение украинской державы гитлера это не понравилось и действительно степана бендера его как бы сподвижнику посадили потом уже в конце сорок четвертого года у гитлера возникла идея взять собрать украинских националистов грузинских татарских власова и сделать такой как бы комитет народов россии да 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 то есть объединить и типа общими силами противостоять большевикам был даже съезд действительно был степан бандера не договорились то есть был против то есть конечном итоге степан бандера действительно не сотрудничал что было то было но еще раз говорю что он относится к радикальному крылу понятное дело когда даже съел канцелагеря его как бы сподвижники да делали вот эти отряды ну их потом начали называть бандерусы но принципе более грамотно называть украинско-постанской армии действительно воевали против большевиков то есть партизанов как раз против армии краёва не удивляйтесь поляками и против фашист то есть против всех по этой причине если посмотреть там действительно были случаи когда они стыка ну конфликтовали ходили в боевые конфликты с немцами с поляками с партизанами потом а потом естественно когда уже была красная армия да вот такая ситуация действительно была теперь смотрите еще но это уже так уже действительно была такая галица эсэс и можно сказать вот действительно нас утручено он был частью в данном случае фашистской армии и действительно воевала против красной армии однозначно ну понятно что любые русские историки степан бандера степан бандера вообще никакого отношения к галицаме ни в ни болейшего абсолютно галица эсэс имела отношение совершенно другой человек звали его владимир кубеевич ой фамилия нехороший права фамилия нехороший вот он действительно это один из идиологов ну смотрите когда вот этих посадили вот этот владимир кубеевич все-таки нашел общий язык с рейхом да вот он нашел действительно и и ему разрешили создать что-то наподобие такого украинского комитета и всю войну он действительно возглавлял до 64 года и идея создать корицу эсэс это его идея но он там по барелином общался с руководством германии и действительно вот организатор но фамилия какая-то никакая ты болела никто не знает ну как его можно приклеить хотя никакой отношения к этому не имел мало того да галица эсэс была мало то еще раз говорю что там действительно она состояла как бы из украинцев но здесь были украинцы разные были те которые действительно жили в галиции а были те которые были военнопленные с лагерей брали украинская национальность такая ситуация была воевала галица против красной армии да воевала и даже довольно много людей погибло что было то было ее даже переформатировали несколько раз но смотрели какая ситуация если уже так уж далеко мы зашли самом-самом-самом конце сорок четвертого года после всех там когда и галицу эсэс побили переформатировали ну скажем а так уговорили наконец-то сталина говорили гитлера все-таки создать настоящую украинскую народную армию и вот действительно 12 марта 1045 года на базе галица эсэс создается действительно украинская народная армия командир который был петро шандрук опять ну конечно не был ну скажем так она практически не повоевала потому что реально она была образована только аж в апреле сорок пятого ну и так получилось что большая часть потом казалось на территории подконтрольной англичанам и большая часть этих людей перешла корпусы генерала андерса в польский корпус так что вот такая ситуация а степан бандера еще раз говорю да действительно еще он был радикал и по этой причине даже когда уже красная армия победила он украинская подстанческая армия которая продолжала боевые действия в жертву да 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 уже против красная да такое было да действительно убивали офицеры убивали представители местной власти убивали комиссии было не спорю понятное дело потому что он сначала против поляков там против большевиков по ней но вообще-то считается что с 52 года он даже как бы сложил полномочий хотя там все очень запутанно потому что его избрали почетным и потом когда я писать я там одну по моему убили да помню садят не помню 15 октября 59 года его богдан сташинский ну понятно и убивает и вот это то что не убивает там будет суд и вот тогда фамилия степана бандеры даже попала советскую прессе советский училище вообще по большому счету после войны степан бандера сотрудничал с из цру да да то есть можно обвинить что что он сотрудничал с американцами анес рейхо но понимаете еще что получилась такая ситуация что те кто сотрудничал с рейхо на их фамилии какие-то неизвестные чертовски неизвестно ну что про их вспоминать по этой причине взяли степану бандеру подклеили стали и так и получилось вот такая вот история но еще я должен сказать под самый конец смотрите историческая личность степана бандера очень противоречива я бы ее не трогал и то что их сейчас украинская власть преподносит это та же глупость которая советские времена с него лепили такого монстра не трон потому что сейчас он действительно руководил террористами которые убивали учителей даже мелких там госслужащих это было это однозначно убивали коммунистов такое вы просто убивали потому что такое было но что он представить поэтому причинил лучше не трое но менять его в том что сотрудничал с рейхом ну никак не получается он действительно как раз с ним не сотрудничал с ЦРУ сотрудничал это факт